Здравствуйте! Мы ученицы 10-го класса школьного рода Сладилана Стасия Шмелева Елена. Мы доставляем вам работу, свидетелей на Кенте, миссионер и следователь просветитель. Имя его сделалось славным и почтенным, как у нас, так как чужой Кояр. Не только всякий русский, вернущий честь и славец своего отечества, но и всякий образованный человек, англичанин, немец, француз, американец, он только уважает муку человечества, почтительно преклоняется, предвеличая логичность нашего Камчатского и Алиутского апостола. Свидетелей на Кенте, первый православный епископ Камчатки, Курси, Преамурия, Северной Америки, с подвижника генерала-губернатора, восточной Сибири, графа Николая Моробева-Амурского, расстояние Дальнего Востока и посвящение его коренных жителей, изучал язык и нравы народов, среди которых проповедовал. Его труды по географии, этнографии, языкознаниям получили мировую известность. Одно из лучших его произведений, в занятии пути в царство Мобесное, приведено на разные языки и выдержало более 40 изданий. Свидетелей на Кенте, митрополит Московский, родился в 1797 году в селе Ангинском Иркутской пархии в семье Пономаря. В 9 лет Ивана отдали в Иркутскую семинарию. У него всегда стояли армии прекрасно, превосходно, отлично. Здесь все наши дали фамилию Вениамином. В 1817 году он стал диаконом Благовещенской церкви Иркутска, а затем священником. В 1823 году отец Иоанн отправился вместе с семьей на острову Налашка, на небольшой группе Алиутских островов, которые вместе с прибегающей территорией Аляски были открыты русскими в 18 веке и стали владениями России. Лимоновый приход составляли две группы островов – Лисий и Прибылова, населениями, стремящихся в уходы Алиутов, Креолов и немногих русских. Жизнь была очень тяжелой. Начинать приходилось практически на быстром месте. Но отец Иоанн падал духом. Он стал обучателем его пустолярного плотницкого, отчастия слесарного, конечного дела, изготовления кирпича и каменной кладки. В этом совместном деле он узнал своих прихожан, познакомиться с их языком. После постройки церкви большую часть времени отец Иоанн проводил поездках по приходу, плавая на водярках с острова на остров, что требовало немалого мужеского и терпения. Не раз он и его спутники, погадая в шторм, причаивали в пустынном месте и без пищи несколько дней вынуждены побеждать переменной погоды и по горам добираться до ближайшего селения, но сам себе весь груз. В дальнейшем отец Иоанн сам изобрел для Алиута фазмику и мало-помалу стал переводить священные книги. В появлении этих приводов Алиуты встретились с большой радостью и стали усердно учиться грамоте. Отец Иоанн устроен на Малашке училище для мальчиков и сам учил их, составив все учения. Он создал записки об островах Малашского отдела. Адметами исследования и наблюдения отца Иоанна стали география, книги, язык, образ жизни, сказки, биологические данные, промыслы, легенды коренных жителей. Хорошо изучить плану острова он давал ценные советы русским промышленникам относительно охоты на морских котиков, чтобы сохранить эти ценные животные. Сам отец Иоанн у меня иметь обшир с семьей, сначала в тесной землянке или юрце, а потом перешел в скромный домик, выстроенный собственными руками. В свободное время он посвящал делам и органчиков, а также беседам и их родственниками, своими чужими, которых он очень любил и был с ним бесконечно нежен. В неусыбленных трудах отец Иоанн Аминов довел на Лавашке 10 лет. В течение этого времени он обратил христианство всех жителей острова, был огражден на Перстник Христом и переведен на остров Ситху, на Бархабис, административный церковь в Северной Америке для посвящения другого народа, калашей. Прибыв на Ситху, отец Иоанн занялся с начала изучения языка и обучив калашей, которые к русским относились к большим подозрениям. Но он старался более убеждать, чем принуждать, и тем не менее ожидал добровольное желание креститься. Отец Иоанн поздравил школу, которую преподавал по им самим создаганным учебникам, получал кузнечным, твойницкому ребенку, научил прерывать посту. В 1836 году он посетил Калифорнию, где к селе родной нынешнего Санкт-Франциска был быстрее в Порт-Рос. Отцом Иоанна была написана книга «Замечания о каложском и кодиакском языках и отчасти о прочих, не отвечая в российско-американских падениях», которая для грамматико-американских языков удостовалась в лестных отзывах специалистов и местам Городного Молуха. После 15-летней службы на островах отец Иоанн приехал в столицу. В Москве он любился при священном филаре, поддашем митрополите Московскому. В этом человеке есть что-то апостольское, вроде митрополита Дакса Иоанна. За свои долголетние апостольские подвиги отец Иоанн был огражден званием Братаиерея. После внезапной смерти жены Братаиерея Иоанна и Аминин был поскрижен митрополитом Филаретом монахи с именем Иннокенцем, этим возведен в сан архимандриты и освященного епископа Камчатского, Курильского и Алиудского 15 декабря 1740 года. Его епархия была чрезвычайно обширной и охватывала многочисленные народы, жившие на американском материке Алиудском, Курильском послевах, на Камчатском побережье Аборского моря. В первую свою поездку по епархии он преодолел более 5000 езд, где морем, а где и на собаках, или на аллеях. Таких поездок, во время которых он осматривал вновь устроенные приходы, освящал церкви и устраивал для иного учреждения детей, у него было три. Но несмотря на многие обязанности, епископ Иннокентий нашел варим из-за этого часа для нового собора на ситхе. За свою плодотворную миссионерскую деятельность епископ Иннокентий в 1850 году был возведен сам архиепископа, а когда якутская область была отчислена от Иркутской партии и предстоит имена Камчатской, при освященной Иннокентий переехал в Сибирь, в городе Якутск. Новые миссионерские труды предстояли здесь архиепископу Иннокентию. Он немедленно принялся за просвещение страны, открывая храмы и часовни, переведя священные и богослужебные книги сначала на якутский, а потом на антинкутский язык. Как человек, претен на своей родине, близко принимавший к сердцу ее интересы и радеющий о ее личи, он проявлял большую заботу о благоприятном для России разрешении амурского вопроса. Владыка Иннокентий сам предпринял путешествие по Амур и составил подробную деприску «Нечто об Амуре». Среди стихи архиепископа Иннокентий в присоединении Амур к России было сомерено очень высоко. Его честь был назван город Маграды Вечность. В 1867 году скончался московский митрополит Филарет и на место почившего был назначен архиепископ Иннокентий. На новом поприще он добился, не покладая рук несмотря на годы и болезни. Из-за первого марта 1879 года святителя Иннокентия не стало. Его тот жест мы похоронили в Троице-Сергиевой лавре, а в 1977 году причислили к линии святых. Из сочинения святителя Иннокентия показания пути в Царство Небесное. Мы знаем, что существуют только два пути в этой жизни. Один из них широкий и кажется легкий, им идет большинство, а другой узкий и термистый, им идет немногие. Подрудитесь для спасения вашего, пока еще день, потому что настанет ночь, когда невозможно будет что-либо изменить. Стремитесь к Царству Небесное, пока можете идти. Идите хоть сколько-нибудь, хоть ползком, но в правильном направлении. Тогда в вечности вы будете радоваться за каждый сделанный шаг. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.